Сердце – удивительный орган. Оно способно танцевать от радости, замирать в предвкушении, сжиматься от жалости и трепетать от счастья. Сердце выполняет самую, пожалуй, важную функцию в человеческом организме – перекачивает кровь, снабжая все органы кислородом. Сердце надо беречь. Именно этому во взрослой поликлинике сегодня была посвящена лекция, которую провела участковый врач-терапевт Ирина Заприй. Доктор рассказала, что необходимо сделать в случае сердечного приступа до приезда скорой медицинской помощи и как поддержать работу сердечной мышцы после перенесенного криза. После выписки нужно идти на прием либо к терапевту, к участковому, либо к радиологу, для того, чтобы скорректировать базовые лекарственные препараты, то есть то, что человек принимает в течение дня. Наш чудесный сердечный мотор готов бесперебойно работать долгие годы, если проявить о нем минимальную заботу. В настоящее время существует множество препаратов, поддерживающих сердечную деятельность. Но главное – вовремя обратить внимание на возникшую проблему. Поможет в этом электрокардиологическое исследование. Пройти его несложно, быстро, и результат определяется опытным врачом всего за несколько секунд. Что нам показывает данный вид обследования? Во-первых, надо понять, есть ли у человека на первичном этапе аритмии или нет. Это в первую очередь нам необходимо. Плюс, когда мы подозреваем какие-то острые ситуации, ну, в первую очередь, это инфаркт миокарда, мы опять же снимаем ЭКГ. Как сказала Ирина Сергеевна, как и все болезни, болезни сердца молодеют. Поэтому проходить ЭКГ желательно хотя бы раз в год даже молодым. Анне Степановне 90 лет. Сердце, говорит, уже давно беспокоит. Но уступать болезням бабушка не намерена. В велосипеде катается в тренажере у меня, да, в 4.30 мы встаем, делают там упражнения физические, а как же. Ну, следить за собой надо. Хороший пример для молодых, тем более, что доказано. Физические нагрузки, гимнастика, ходьба полезны для работы сердца. Занимайтесь физкультурой и тогда поход в поликлинику будет исключительно в профилактических целях. Кстати, теперь диспансеризацию можно будет пройти каждую субботу с 8 до 14 часов. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.